что давайте перейдем к планшету и комплектации так вот у нас выглядит сам планшет здесь у нас кнопочка reset есть микрофон также имеется микрофон выносной сенсорные кнопки также с подсветкой переворачиваем здесь у нас имеется кулер для охлаждения здесь у нас фишка для питания самой магнитолы это подключение кулера здесь 4g антенна gps антенна и антенна под радио выше фишки для подключения доп оборудования сейчас я покажу как они у нас выглядывать поставим магнитолу в комплекте у нас идет rxtx также фишка и сюда нас выходит левый и правый канал для аукса если такого имеется если он нужен 4g антенна на таком болтовом соединении здесь все подписано написано 4g двухторонний скотч в зип-пакете выносной микрофон за такой прищепкой здесь есть даже шумоподавитель провода примерно два с половиной метра все также в зип-пакете хватает чтобы вынести его на потолок либо в штатное место вытаскиваем все остальное фишка для камеры заднего вида здесь нас имеется плюс 12 постоянные от cc например для передней камеры break и функция air и сам колокольчик для камеры вход вот такая фишка идем дальше здесь нас большая фишка здесь много всего здесь нас есть слот под sim карту то на серия xhd 464 она у нас идет sim картой восьмиядерный процессор также подключение микрофона все у нас подписано здесь это у нас mp out соответственно здесь у нас выход 12 вольт для усилителей подключения непосредственно кулера сабвуфера зеленый они здесь я подписано так что вы не перепутаете подключение сабвуфера подключение камеры cvbs также аукс лево-право и для усилителя выход лево-право 2 юсби один на 4 пина другой на 6 пинов так вот они у нас выглядят рекомендуем выводить это все дело в бардачок там не мешаются и gps антенна на двухстороннем скотче на тремовском здесь у нас имеется такое же болтовое соединение также все подписано это написано у нас здесь видите gps ну что давайте подключим посмотрим ну что запустилась наш магнитола встречает нас вот такой вот экран давайте чуть-чуть отвернем свет так вот сделаем здесь мы на основном меню у нас видим это слоты быстрого доступа это все у нас можно поменять здесь у нас имеется виджет навигации его можно поменять на любую другую навигацию например яндекс навигацию или как вам удобно можете оставить google если вы привыкли ездить по ней здесь нас это проигрыватель для музыки встроенный здесь нас можно включить треки здесь есть тестовая музыка если подключить флешку флешка отобразится вот тут например включаем песню все ее можно перематывать вперед назад ну это на главном меню у нас также еще есть наше время дата радио bluetooth зайдем в радио в радио у нас сохраняется до 18 станций соответственно нажимаем автопоиск зажимаем кнопочку он например нашел мы зажимаем сюда сейчас мы остановим ее вот например зажали и он сохранил нам эту станцию перейдем дальше bluetooth заходим bluetooth настройки имя пароль подключаемся мы будем вот здесь можно подключить непосредственно прямо с него нажать кнопочку link и либо разорвать связь здесь это для музыки это виджет для музыки это виджет для музыки это виджет для музыки здесь мы можем перелистывать треки вперед-назад ставить на паузу либо перелистывать весь альбом если у вас они так расположены поиск по контактам можно сюда сохранить целую вашу книгу нажав кнопочку в download либо сохранить ну также удалить контакты это когда вам звонят чтобы вас на магнитоле высвечивалась кто вам звонит также можно быстрым набором например и позвонили исходящие входящие пропущенные здесь нас будет это проражаться полностью эта книга контактов давайте выйдем переходим в основное меню в основном меню мы заходим в настройки система об устройстве это у нас 464 серия их xd восьмиядерный процессор шустра магнитола переходим обратно назад carlink это кстати приложение для того чтобы дублировать экран именно телефона вот сюда на магнитолу с телефона например включили фильм который вам нужно и транслируйте его туда по вай фай по основным приложением здесь у нас есть youtube уже установленный play store это откуда мы будем скачивать все непосредственно приложение для нашего планшета для андроида можете скачивать это где-то со сторонних сайтах например в опыда скачиваете взломанные приложения и все не платите ни за какую рекламу и у вас все подключено давайте перейдем настройки это настройки мультируля мультируль можно у нас настроить кнопочками на руле зажимаем кнопку на руле например плюс нажимаем плюс у нас я нашел нажимаем сохранить все у нас все шикарно работает например если вам не нравится как эта кнопка и она вам не нужна вы ей не пользуетесь мы просто берем и перепрограммируем кнопку на которую вы захотите возвращаемся назад галерея в галерии можно посмотреть ваши фотографии если вы делаете их например с помощью приложений регистратора можно их сохранять сюда либо через флешку скачивать. Отсюда же можно устанавливать это все на рабочий стол. Эквалайзер. Эквалайзер здесь большой. На нем можно вот так вот порисовать. Кнопочка loud. Это для того, чтобы объемный звук у нас стал. Но если мы не хотим ничего делать, мы просто берем, нажимаем пресеты. Rock, soft, pop. Как вы хотите. Здесь у нас положение. Соответственно, куда у нас играют динамики, где больше. Нажмем на all. Тут уже по желанию. Задержка временная. Это у нас поканально каждый динамик настраивается. Там уже на свой слух. Очень сильно влияет на акустику в машине. Bass. Здесь у нас есть настройки сабвуфера. Это включить усилитель. Соответственно, здесь у нас саб. Прибавить гейнов. Здесь у нас убрать срез. От скольки будет играть до скольки. Перейдем обратно. Здесь у нас это уже для динамиков. Соответственно, задние динамики. Добавить гейн. Передние. И от скольки они начинают играть. Здесь у нас просто срезы верха. Не за low пасс фильтр и high пасс фильтр. Это также передние динамики, задние динамики. Переходим обратно. Можно еще все это дело смотреть в двойном окне. Например, мы ищем приложение, на которых нарисована книжка. Вот, например, так. А можно еще нажать сюда. И у нас открываются два окна. Либо сюда, либо сюда. Либо уходим. Например, вот так вот. Открываем проигрыватель с музыкой. Нажимаем кнопочку домой. Открываем наши карты. И вот, например, у нас есть проигрыватель в одном окне. Карта у нас в другом. Что, друзья, вот такая магнитола была на обзоре. Всем всего. Всем пока. Что, друзья, всем приветствуем. Компания Парафар. Сегодня у нас на обзоре будет магнитола на Hyundai Creta PF407. Здесь у нас имеется пропил. Соответственно, здесь под разные комплектации. Так что, есть на все. Если есть, просто подаварийку. Сюда у нас крепится планшет. Планшет этот устанавливается сюда. А притягивается с обратной стороны. Вот в эти отверстия. В комплекте у нас входят полностью все саморезики. Соответственно, магнитола уже придет к вам собранная. Все под штатный внешний вид. Полностью повторяет весь пластик. Чуть-чуть вот так вот она выпирает. Но, соответственно, смотрится это вообще намного лучше. Намного, чем у вас было. И сюда у нас переставляются наши воздуховоды. Также с основной рамки нужно снять клипсы и переставить их вот сюда. И все. И защелкиваем нашу рамку. А теперь давайте посмотрим на сам планшет.